Всем привет! Вот потихонечку там, потихоньку помаленьку распрямляю, иду по пути наименьшего сопротивления. Мелочевку устраняю, которая вот здесь и куча на крыше. Это как бы мелочи жизни, но вот они видны. Вот эту мелочевку предстоит сейчас поковырять тут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я до десяти считать умею. Щучу. Ну вот сейчас и займёмся вот этим участком. С той стороны крыши я подразбил чуть, подвыгнул, теперь здесь. Ну и как бы по кругу буду ходить, и чтобы со всех углов всё было чётко. Подправлять потихоньку, чтобы не накосячить, поскольку я не профи, я ещё только учусь. И вот поэтому надо не перегинать и не привести работу к такому результату, когда уже переделывать будет невозможно. Поэтому лучше потихонечку. Вот что я собственно и делаю. Здесь сейчас буду работать крючочком на подвесе, вот и пробойниками вот они. Вот это Чиновский, а это ДТ-2. Вот, вроде как, я не помню, ну не помню. Ну вот, вот она первая, так сказать, работа. Вот она вмятина делал я вот таким крючочком на вот таком подвесике. Ну опять же, вот они. Тоже с магнитиками. Вот такая штука, чтобы она не каталась, не падала. Обыкновенная колотушечка, ручка от молотка. Ну и вот такой молоток иногда. Это для разбивания, для разравнивания уже. Вот. Он имеет две стороны. Вот эта красненькая, она помягче чуть-чуть. Вот эта вот желтая, она чуть пожёстче. Вот собственно и всё. Вот так, первая уже вмятинка готова. Ну и смотрим, раз, два, три, четыре. Сейчас резкость наведётся. Вот ещё четыре вмятинки в минус. А здесь вот видно следующее. Продолжаем ковырить вот так составлять из трёх частей и работать тоже с подвеса, но вот здесь на краю. Всё нормально тут, всё аккуратно получилось. Снять, конечно, не всегда можно хорошо и красиво, а вот глазом как бы в лампе видно лучше. Ну, поверьте, всё тут в порядке. Продолжаем дальше. Вот это уже серьёзно. Вот. Размером с руку. Вот залом чуть дальше вперёд за стойкой. Это уже как бы не шутки. И вот он тоже. Залом с волной. Вот она волна здесь. А здесь как бы от удара плоскость. А надо, чтобы было вал сюда и сюда. Потихоньку начинаем развязывать. Вот. Здесь, конечно, придётся поработать. Это не простая вмятинка. Вот она наша вмятина. Она уже с вот таких размеров сократилась до вот таких. Ну, процентов на 35, на 40. Меньше стало. Сейчас опять буду разбивать её и делать, делать и делать, пока не доделаю. Ну, как бы, это не так быстро делается, как хотелось бы. Ну, что? Терпение и труд всё перетрут. Постепенно, постепенно, помаленьку. Вот тут ещё остались следы. Ну, как бы... Вот я стараюсь снять как можно более аккуратно. Вот тут следы подостались ещё. Ну, уже вмятины, как таковой, с такими большими размерами нет. Ну, ещё надо всё это дело подаккуратить и подправить. Поскольку... Вот видно здесь неровности. Я их специально снимаю, чтобы было видно. Их надо дорабатывать. Продолжаем работать дальше. Продолжаем репортажик. Вот осталось немножко здесь поправить и немножко здесь. Вот. В общем-то, уже остаётся только на чистку. То есть, микро-микро тут вмятинки, которые вот таким вот красивым инструментом острым, с острым кончиком можно с успехом сделать из отвертки. Вот. И пользоваться в таких вот случаях. Продолжаем работу. Вот. Вот оно, это место. Теперь его надо, как говорится, как говорят, почистить. Основное сделано. А вот эти вот неспокойный металл. Где-то вмятинки, где-то шишечки надо подразгладить. И с помощью пробойника и острого крючочка надо приводить в порядок. Чтобы палочки были поппендикулярными. Это юмор из детства. Кто 60-х, 50-х годов, поймут, о чём я говорю. Это из фильма «Два капитана». Вот как-то так получается. Вот они пробойнички. Вот она деталюха. Конечно, вот видно чуть, тут неровности есть. Сейчас я по-другому переставлю. Есть, как говорится, моменты негативные. Видно. Видно. Вот играются. Вот они. Вот они. Еще есть, но на белом и на улице, я думаю, будет нормально. Ну вот с этим местом мы разобрались уже. Теперь вот очередной, так сказать, камень преткновения. Вот здесь образовалась вот так губа. Здесь вот так вмятина со складками. Снять бы вот так, чтобы было видно, как глазом. Сейчас попытаюсь с разных углов. Кто понимает, тот домыслит. В общем, такая вот штука сейчас в экранчике. А вот так в полосатике видно. Вот она, вот она складка. А вот она вмятина. Вот такая красота. Будем воевать дальше. Дальше. А здесь у нас все более-менее урушу. Ну вот в грубом виде. Вот такая красота получается у нас. Здесь тоже была маленькая ямочка. Ее пришлось чуть поддергать клеем. Я как бы на грубую сейчас пытаюсь выставить. плоскость накидать, так сказать. А потом уже развязываться. Попробуем сейчас вот в этой лампе снять. Не получается запечатлеть. Вот они. Дефекты. Еще вмятины. Еще работать и работать. И опять два желоба. Один в другой. Шишка, шишка, шишка. И две таких продолговатых вмятины. Сейчас подождем. Пусть настроится. Ну вот автофокус. Проще наверно в полосках сейчас снять. Вот я просто приставил экранчик. И сразу все стало видно. Не хочет автофокус наводиться. Тем, кто понимает, ясно, что тут еще делать и делать. Тут и плюсы, и минусы, и все в куче. Все работать и работать. Ну в общем, в целом вот такая каша с маслом получилась. На сегодня, наверное, хватит. Уже пол седьмого. Пора уже и домой. Понятно, что еще. Вот линия, если взять за основу на лампе. Все еще очень жеваная. Но, тем не менее, крыша уже подраспрямилась. Маленькие нюансики подуходили. Еще вот этот вот косячок я за него просто забыл. Надо доделать. Вот еще как бы работы тут хватит и хватит. Ну, в общем и целом уже, как говорится, какой-то итог есть. Процентов 30, можно сказать, уже как бы сделано. Еще работать и работать. Ну вот, первая часть видео вот такая будет. Вот так вот. Ну вот, теперь давайте. Продолжение следует...